Продолжая вопрос синхронизации рук и ног, если в прошлый раз мы рассмотрели с митболом, то сейчас со свободным весом. Здесь мы можем наращивать это. Вес не самое важное, он только должен показать сопротивление. Если он будет совсем маленький, вы ничего не почувствуете. Буквы сильно большой, вы перегрузитесь. Неправильно. Небольшой вес. И опять же. Здесь можно темп наращивать, вплоть до бега, если у вас это получится. Но главным останется, чтобы был топ. И одна из ошибок. Когда двигаетесь назад, во-первых, не отклоняйтесь и не делайте большой шаг назад. И топнуть не сможете, и баланс потеряете, и фактически вы забираете массу из удара. Таким образом. Ну и соответственно, по скорости. Работав двумя руками, найдя централизацию и синхронизацию, центральное движение, берем контейнг. И опять же, вес тут не важен. Берите 2 кг, а один. Здесь важна будет именно синхронизация. Не ноги бегут за руками, чтобы быстро делать рукой, и пытаетесь успеть ногами. Нет. Чем быстрее вы топаете ногами, тем быстрее будет работать рука. Здесь акцент идет на отдельную руку. То есть, мы встали в позицию и пошли с одной рукой. Повторяем. Важен не вес, а некое сопротивление. Поэтому берите маленькие гонки. Руки гонятся за ногами и синхронизируются. Не наоборот. Поработав с весом, соответственно, можно уже переходить по работе в паре, либо на снарядах. Пробыть. Продолжение следует...